Рашид Глиянов военным хотел стать с детства. Примером для подражания для него были братья, которые нашли себя в этой сфере. Единственное, с чем парень определиться не мог, так это с выбором вуза. Но и этот вопрос он решил быстро. Хочет поступить в военную академию противовоздушной обороны в Смоленске. При подаче заявлений в военный университет с собой нужен только паспорт. Приемные будущему выпускнику показывают свободные места на поступление в вузы. После выбора подходящего учебного заведения комиссариат полностью курирует подготовку необходимых документов. Мы отбираем их по профотбору, тестирование проходят, без подготовки они задают. Потом мы их направляем на медкомиссии, они приносят все справки из медицинских учреждений, со всех. Потом мы их направляем, здесь у нас комиссии проходят, направляем еще и республиканский военкоманд, окончательные военные врачебные комиссии проходят. Потом мы их направляем, их личные дела направляем в вузы. А уже с учебного заведения приходят вызовы. Финальной точкой для абитуриентов становятся экзамены выбранный вуз. Среди высших учебных заведений военные на особом положении. Исключительный статус проявляется во всем, начиная с условий поступления, которые регламентируются Минобороной, и заканчивая тем, что курсанты служат, а не учатся как студенты гражданских университетов. У этой службы много своих плюсов. Полное государственное обеспечение. То есть он находится в казарме, под присмотром отцов-командиров. Все регламентировано. Увольнение там в соответствии с приказами руководителя учебного заведения. Там в принципе больше как заниматься спортом и заниматься обучением. И у кого есть желание, там есть всякие научные кружки в любом военно-учебном заведении, развиваться там. На сегодняшний день в стране обучают военному делу более 70 профессиональных вузов, среди которых Военная академия ракетных войск, стратегического назначения имени Петра Великого, Военно-воздушная академия имени первого космонавта Гагарина и Военная морская академия северной столицы. Прием заявлений на поступление в военные вузы начался в январе 2021-го. Пока подано 45 заявок. Также в комиссариате объявили о продлении срока подачи заявлений. Сделать это можно будет до 25 мая.